23 июня Игорь Руденя посетил с рабочим визитом Андреапольский муниципальный округ. Губернатор осмотрел территорию сквера, благоустроенную по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Посетил Андреапольский фарфоровый завод, среднюю школу номер 3 и детскую школу искусств, а также ЦРБ. Кроме того, актуальные вопросы развития муниципалитета глава региона обсудил на встрече с общественностью и активом партии «Единая Россия». Подробности у нашего корреспондента. В Тверской области продолжаются работы по созданию комфортной и безопасной городской среды. Во время рабочей поездки в Андреапольский муниципальный округ губернатор осмотрел сквер, который благоустроили по программе формирования комфортной городской среды. Новая зона отдыха пользуется популярностью у местных жителей, которые часто проводят здесь свое свободное время. Очень хорошо, очень красиво. Все нравится. Конечно, это важно. Сюда приходят дети с родителями, отдыхают. Есть и детям поиграть, есть с родителям отдохнуть. Это очень здорово. В центре города очень много народа пользуется. Каждый вечер здесь население и молодежь, и постарше, и дети. Сейчас в Андреаполе продолжается благоустройство городского парка, расположенного на противоположном берегу Западной Двины. Проектом предусмотрено обустройство тротуаров, лестничных маршей, установка скамейка, зеленение территории. У нас есть старый городской парк на той стороне реки. И мы уже начали, мы уже провели два этапа реализации по благоустройству. И в следующем году планируем закончить. В рамках рабочего визита губернатор посетил Андреапольский фарфоровый завод. На предприятии выпускают электротехнические изоляторы из фарфора. Завод производит широкий ассортимент продукции, в том числе проходные, опорные, такелажные изоляторы, устройства для низковольтных устройств и корпуса для предохранителей. Сейчас на заводе планируют увеличение объема производства. А для этого ведутся переговоры с фондом поддержки предпринимательства для приобретения массы приготовительного направления. Это позволит нам увеличить количество выпускаемой фарфоровой массы, чтобы предприятие сделать более сбалансированным, чтобы выпуск фарфоровой массы был сопоставим с выпуском электроизделей. В ближайшее время на территории Андреапольского муниципального округа планируется реализовать крупный инвестпроект по расширению деревообрабатывающей промышленности в округе. Андреапольский округ имеет очень хорошие перспективы. И одним из крупных инвестконтрактов, который был заключен на Петербургском экономическом форуме, это проект по повышению уровня деревообработки, который будет реализован на территории Андреапольского района. Это более 300 рабочих мест, это инвестиции крупные. И я уверен, что в ближайший год это уже будет новый уровень развития региональной экономики. А в районной больнице дополнительно отремонтируют входную группу и установят пандусы на вес для подъема машин скорой помощи. За последние два с половиной года в больнице уже проделана большая работа. Сделали капремонт терапевтического отделения, сделали замену, ремонт, замену оборудования автоклава. Также было закуплено некоторое оборудование, гематологический анализатор, лабораторию, замена часть окон пластиковых. Сейчас в здании меняют кровлю. Губернатор области поручил ускорить темпы работ. Все работы необходимо завершить в первой половине сентября. Также в Андреаполе состоялась встреча с представителями первичных и местных отделений партии «Единая Россия» юго-западных районов области. Губернатор Игорь Руденя в своем выступлении отметил, что в стратегию развития региона на пять лет войдут предложения муниципалитетов. Сейчас депутаты и представители партии в ходе встречи с избирателями проводят обсуждение задач развития территории. Ведут сбор предложений и инициатив жителей для включения в предвыборную программу. Уверен, что партия «Единая Россия» и на территории Тверской области, и, как сказал основатель нашей партии, Владимир Владимирович Путин, будет реализовывать самые главные действия – это сбережение нашего народа, развитие нашей страны, развитие нашего общества и развитие ключевых направлений экономики и социального направления. В завершении участники встречи проголосовали за выдвижение от партии «Единая Россия» кандидатуры Игоря Руденя на должность губернатора Тверской области на выборах 19 сентября.